И он за цыганской левой, и кочевой на ногах, где брата спасла. Свой небольшой табор цыгане разбили практически в центре села Доброе. Всё в лучших традициях. Песни под гитару, костёр и даже медведь. Правда, не настоящие. Да и сами ромалы оказались сотрудниками местной администрации. К турслёту готовились чуть ли не год. Шили костюмы, учили песни и постигали загадочную цыганскую душу. Глядя вообще на наши места, прекраснейшие места, кстати, речки, поля, леса замечательные, душа просто просится к ним. И мы как-то подумали, что самое близкое к этому, это всё-таки цыганское, что-то вот оторванное как-то от этой вот суеты, от жизни, которая вот кипит в каждом на самом деле человеке. Просто иногда некоторые стесняются этого, а мы решили это как-то воплотить в жизнь. Вот! Это истинный пират Добровского района. Пока одни наносят грим и надевают костюмы, другие готовят свой бивак для представления жюри. Туристический слёт в Добровском районе – это не просто праздник, а серьёзное соревнование. Участвуют в нём 22 команды. Это и сельские поселения, и районные организации. Конкурс теперь уже точно можно назвать традиционным. Первый слёт провели в прошлом году. Понравилось. В этом решили повторить. Общение, наверное, вот то, которое сегодня происходит на Добровской земле, оно только положительно будет сказываться на эмоциях людей. Это обобщает их. Это становится нас ближе друг к другу. Объединяет нас. Потому что Россия всегда была сильна тогда, когда объединялась. Вот мы сегодня видим с вами пример. Наш ТВ! Мы здесь здорово живём! И танцуем, и поём! У-у-у! Также дружно, как кричат речёвки, папуасы готовят уху. В самом вкусном конкурсе они рассчитывают только на победу. Необычный рецепт рыбного супа принадлежит бесспорному лидеру команды Татьяне Михайловне. Поэтому на полевой кухне всё делается под её чутким руководством. У нас уха будет с курятиной. Сначала мы варим курочку. Она немножко кипнула, и дальше мы складываем рыбу. Потом всё это достаём на тарелочку. Оттуда ложим картошку, лук, морковку целиком. А ещё в этом необычном рецепте есть помидоры. Именно они добавляют супу пикантную нотку. Вообще в конкурсе ухи каждая отличалась оригинальностью. Кто-то клал в неё специи, кто-то алкоголь, кто-то несколько сортов рыбы. Но участникам не до застолья. Их ждёт полоса препятствий. Давай, давай, давай! Тарзанка, паутинка, бревно. В этом конкурсе командам пришлось выложиться на все сто. За каждым шагом следит строгая жюри. Небольшое отступление от правил и минус один балл. Но на настроение участников это никак не влияло. Всё получается. Вообще эмоции вообще неотразимы. Туризм в Добровском районе – одно из приоритетных направлений. Ведь не случайно проект рекреационного кластера «Добрый» стал участником федеральной программы. До 2018 года там планируют построить пейнтбольный клуб, базу отдыха, торгово-развлекательный центр и даже спа-комплекс. Гордится район и событийными фестивалями. Волчинские узоры «Доброе сало» давно стали известны за пределами области и собирает тысячи туристов со всей России. Ольга Родина, Анатолий Гончаров, Лепестское время, Добровский район.